Сегодня у нас мобильная фотография и сегодня необычный выпуск. Я даже сменил имидж под этот видос. Но кто из нас не любит GTA? Я сам лично GTA прошел два раза. Один раз исследуя все уголки игры, второй раз пройдя только по сюжету. Это воистину культовая игра. Вот Александр, который написал мне в инсту, тоже любит это бессмертное творение студии Rockstar Games. Алекс попросил меня сделать пресет в стиле заготовок GTA. И так как тут работают совсем иные алгоритмы, совсем не те, которые мы используем в Lightroom, то решение было либо в фотошопе, либо в телефоне. И я нашел это решение в программе PixArt. И оно оказалось настолько легким и быстрым, что я спешу поделиться им с вами. Итак, если ты поклонник GTA, ты можешь искать ответ и не найти в Lightroom. Ты можешь пару часов помучать фотографию в фотошопе. А можешь, как я, обработать фото в стиле заставки GTA буквально в два клика за пару минут. Итак, братья, с вами Серджио, интерактивная студия Art Photo Live. И поехали! Но прежде чем мы начнем обработку, хочу напомнить тебе, что действие игры происходит в вымышленном штате Сан-Андреас, прообразом которого послужила Южная Калифорния. А конкретно это вымышленный город Лос-Сантос, прототипом которого является Лос-Анджелес. Это юг, а это значит, что это пальмы и кабриолеты, это океаны, красотки в купальниках, это солнце и жара. И поэтому для того, чтобы тебе полностью передать атмосферу своей фотографии, используй все, что ты сможешь найти. Солнце там, девушку в купальнике возле бассейна. Возьми в руки, в конце концов, биту, прими брутальную позу, невозмутимое выражение лица. А если у тебя пока нет такой фотографии, ничего страшного, жмакай на паузу, скачивай фотографии, которые я использовал в этом видео и тренируйся в обработке вместе со мной. Вот теперь погнали! Итак, друзья, открываем PixArt, кликаем внизу на плюсик, добавляем фотографию, которую мы сегодня будем обрабатывать. Пожалуй, я выберу вот эту. Закрываем навязчивую рекламу. Фотография наша открывается. Внимание! Теперь внизу кликаем эффекты. Внизу красивые цветастые иконочки. Мы их проматываем все полностью вправо. Потом немного отматываем назад. И выбираем здесь такой эффект, который называется Non-Pop. Видите? Счастливая парочка. Вот кликаем сюда. Вуаля! Но это еще не все. Кликаем еще раз на середину иконки. Теперь, если нам не нравится вот такое желтое изображение, кликаем на эти три шарика. И у нас желтизна уходит, но мы можем также подвигать ползунок резкость. И этот ползунок немного смягчает эффект, который мы наложили. Давайте я для видимости сделаю его на полную катушку. Друзья, внизу вы можете выбрать любые режимы наложения, которые больше вам понравятся. Но мне здесь понравилось всего два эффекта. Это режим обычный и закрашенный белым кружочки. Либо режим экран и кружочки не закрашенные. Тоже интересный эффект. Давайте, пожалуй, оставим его. Дальше, друзья, если вы хотите выпендриться еще, что мы делаем дальше? Кликаем галочку. Теперь внизу отматываем немного вправо. Выбираем «Добавить фото». И давайте мы сюда добавим пару значков. Первый значок «Добавить». Я его немного уменьшу. Здесь это внизу в правом углу такая есть возможность в виде стрелочки. Давайте я поставлю этот значок сюда. Кликаю галочку. Еще раз кликаю «Добавить фото». Если вы спросите, а где мы возьмем такие замечательные эффекты? Все очень просто. В той же папке, где и вы скачали фотографии для обработки. И вставляем логотип. Вот, пожалуй. Пожалуй, вот сюда. Далее, друзья. Если вы хотите логотип сделать более интересный, вы можете еще потренироваться, нажав кнопочку «Тень». Вам предоставится возможность сделать тень попрозрачнее, порезче, либо заблюрить ее. Также, перейдя в соседние настройки «Позиция», вы можете эту тень изменить угол. Обращайте внимание на вашу фотографию. Куда там от объектов падает тень? Чтобы тень с вашего логотипа не смотрела в другую сторону. Пожалуй, так. Кликаю галочку. Отлично. Ну вот и вся наука, друзья. По-моему, очень даже неплохо. Спасибо, бро, что досмотрел этот ролик до конца. Не забывай, что лайк для меня – это лучшая награда. Но если ты впервые на моем канале, заглядывай в мой инстаграм. Не забудь подписаться и забрать в подарок набор пресетов для обработки на ПК и телефоне. На сегодня это все. Жарких вам кадров, друзья. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok